Привет, меня зовут Ангелина, я гадаю на Таро. Я занимаюсь Таро уже очень-очень давно, но в принципе сильно богаче, успешнее на гаданиях я не стала. О тренинге Алисы Макаровой я узнала через группу Infinity, точнее вообще узнала Алисе Макаровой через группу Infinity, узнала, что она ведет тренинги. Вот, пошла в Infinity посмотреть на нее, узнать, кто она такая, что она себя представляет, она мне понравилась, и я пошла к ней на 7-часовой тренинг-старт. Взяла с собой подругу, мы приняли решение, что в субботу провести 7 часов за веселым или полезным, или веселым полезным тренингом – это здорово, и мы пошли. Вот, на тренинге было очень весело, очень задорно, мы все время смеялись, все время хихикали, и вышла я оттуда с ощущением, что в принципе все реально, все возможно, все, что ты хочешь, у тебя может получиться, и меня очень сильно зажгло это ощущение, прям очень зажгло. И после этого мы решили пойти на 8-недельный тренинг, тоже вместе с моей подругой. Сначала все так же было смешно, весело и задорно, мы сидели, хихикали, потом мы начали объяснять правила, и мы были немножечко в ужасе от происходящего. Первая неделя для меня прошла очень нервно, очень стрессово, я все время боялась ошибиться где-то, и в принципе еще изначально, когда мы сидели и выбирали себе, точнее судьба выбирала партнеров, я была уверена, что я не доеду до конца, что вероятнее всего меня выгонят, потому что чаще всего так происходило в моей жизни до этого, что я не доходила до конца. Начался тренинг, все было очень интересно, все было очень новое, и было прям физическое ощущение, что ты себя ломаешь, вот чистая такая физика была. Я начала работать сначала с массажами, я хотела заниматься массажами, но потом я передумала, начала продавать после этого зеленый антицелинный гель, и как-то тоже все пошло не так, и потом поняла, что нужно заниматься тем, что ты действительно любишь. А на самом деле, действительно искренне я люблю это таро, а не деньги, как я предполагала изначально. Вот, и да, я открыла свою группу ВКонтакте, она называется Павлина, интернет-магазин волшебных вещиц, и там я пишу статьи на разные темы, эзотерические, также мои друзья и все желающие люди пишут там статьи, вот, и через эту группу люди находят меня, и мы с ними встречаемся, я им гадаю, и в принципе это приносит мне массу удовольствия. А то, что касается тренинга, эти восемь недель, у меня было четкое ощущение, как будто это не восемь недель, а, не знаю, пять-шесть лет, потому что каждая неделя, при том, что у нас было только две встречи, мне казалось, что я постоянно онлайн, все время нахожусь в тренинге, что я тренируюсь, я проживала очень много моментов, очень много интересных событий происходило, и, в принципе, меня покорило то, что 10 людей, абсолютно для меня незнакомых людей, с которыми в обычной жизни я вряд ли стала бы общаться, стали моими друзьями, стали моими близкими людьми, я начала узнавать их, узнавать, кто они, это было так странно, и слово «принятие», оно очень четко вошло в мою жизнь. Тренинг дал мне уверенности в себе, уверенности в том, что у меня все получится, это было для меня самым важным, на самом деле. Также такие моменты, как «жертвенность», «не жертви» — это любимая фраза теперь меня и всех моих близких. Действительно то, что я перестала так сильно жертвить и жалеть себя все время, я очень-очень много шла в свой страх практически постоянно. Страх звонить людям, которых я считаю более авторитетными, чем я, страх показаться какой-то глупой, какой-то не очень умной. Вот через все-все-все свои страхи я проходила, и я специально шла как-то в это ощущение, в эти эмоции, специально, чтобы все это проработать, потому что это действительно очень сильно мешает мне жить. И для меня было принципиально и очень важно дойти до конца. Очень важно. И как бы я шла до конца. А Алиса, она на каждом этапе, на каждой неделе, на каждой встрече она поддерживала. И даже когда очень сильно не хотелось ничего делать, очень хотелось выспаться, очень бесило, что ты спишь там 6 часов полноценно, потом все равно ты что-то делаешь. Она всегда помогала, всегда поддерживала. И я считаю, что на тренинг нужно идти больше на тренера. То есть в зависимости от того, есть у тебя коннект с человеком или нет, ты пройдешь или не пройдешь этот тренинг. Что мне очень понравилось, это возможность постоянно личных встреч. Что ты всегда можешь позвонить Алисе, и когда у тебя начинаются какие-то затыки, паника, усталость, страхи, или у тебя просто что-то не получается, ты звонишь ей, вы встречаетесь, и она раскладывает тебе четко все по полкам, и у тебя все получается. И то же самое касательно инструментов ниши, она дала все инструменты, которые мне помогли, помогают и будут помогать в том, чтобы добиться всего того, чего я хочу добиться. Я считаю, что этот тренинг это прорыв, и не нужно относиться к нему, очень важно не относиться к нему как в бизнес-школе. То есть если вы просто хотите построить бизнес, то вероятно, что нужно идти в какую-нибудь бизнес-школу, потому что вы не просто строите бизнес, вы в первую очередь строите себя как человека, как личность. Это очень круто, потому что я не могла поверить, что за два месяца можно так сильно поменяться, и стать настолько, не то что другим человеком, просто более лучшим вариантом себя, наверное. И я правда всем своим друзьям буду советовать пройти его, потому что меня это поменяло. И в самом начале Алиса сказала, что возможно для кого-то из вас этот тренинг будет самым ярким впечатлением в жизни. И тогда я подумала, о боже, наверное, у людей должна быть очень скучная жизнь, чтобы какой-то восьминедельный тренинг с кучкой незнакомых людей был для них самым ярким впечатлением в жизни. Ну, чего боялись, на то и напоролись, это действительно стало для меня самым ярким впечатлением в жизни, потому что столько эмоций, радости, страха, переживания я не испытывала никогда в жизни, и так крепко не спала уже очень давно. Я действительно делала вещи, в которых я очень боюсь, очень сильно боюсь. Публичные выступления, например. Высота, да, я забиралась высоко достаточно, это очень сильно пугает. Но это все прорывает, я не знаю, как это работает, я не знаю, почему, но оно действительно работает. Ты так сильно меняешься, и это так круто. И сейчас наш тренинг подошел к концу, но я чувствую, что это только начало, потому что я думала, что у меня закончится тренинг, и я буду недельку лежать, высыпаться, расслабляться, но этого вообще не происходит, мы продолжаем двигаться, мы все время где-то, мы все время что-то делаем. И у меня наконец-то появилось ощущение того, что я действительно живу, что я не просто просыпаюсь утром, что-то делаю зачем-то, а у меня есть четкая цель, которой я иду каждый день, и это очень здорово, потому что я действительно чувствую себя очень живым человеком, теперь очень счастливым. Приходите на тренинг Алисе Макаровой.